добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на чистоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc точка кам ну и конечно же на нашем youtube канале не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на наш канал это и морально нас поддержит ну и вам это ничего не стоит ну и традиционно а похищение европы об этом мы будем беседовать с нашим корреспондентом с праги эфимом фиштейн здравствуйте фильм добрый день у вас полдень у нас вечер добрый день сергей добрый день все очевидно по очевидно поэтому ваш голос звучит несколько грустно поскольку у нас полдень причем в чикаго солнце светит яркая немножко метет значит поднялся ветер но яркое солнце у вас уже вечер сейчас на глубокий вечер но в принципе днем можно видеть солнце в небе правда погода настолько неустойчиво что через пять минут может пойти дождь а еще через пять минут снова начнется летом крайне неустойчиво но не в этом дело погода всегда была по-своему неустойчиво и представление о том что существует некая правильная устойчивая погода в корне фальшиво она никогда не было и не будет устойчивой но хорошо знаете вот я например буквально вчера можете сегодня утром прочитал что ваш замечательный президент байден сбежал из штата ура и а а ее у гайо по-русски где у него намечались какие-то встречи с местными детьми и сбежала не по не просто так он сбежал как он официально заявил вернее его пресс секретарь официально заявил из-за событий в европе тем самым байден нам дает возможность поговорить о европе что же за события такие чудовищные но нельзя сказать что байден тут же развернулся пересел на другой самолет и полетел в европу пока я этого не не заметил но события это конечно здесь событий достаточно не все они привлекают внимание нашего замечательного президента мне здесь вспоминается буквально на днях я видел видосик как сейчас говорят в россии 1 очень известного российского журналиста живущего сейчас за рубежом он просто восхищается позиции байдена в украинском конфликте с большой иронией рассказал о том как некоторые его недооценивают говорят о его инертности проявлениях геронтологических заболеваний и прочее прочее зато он этот наш журналист считает байдена скалу и он так сказал байден это скала о которой разбиваются все волны путинской империи ну что же я подумал скала действительно один из видов окаменелостей возможно можно его назвать скалой только скала вряд ли способна на какие-то действия она потому и называется скалой что она торчит себе торчит там где собственно говоря природа и какие-то тектонические причуды ее поставили так и наш американский президент торчит там где его посадили и там он будет и торчать так вот что же происходит такого в европе ну например можно было бы предположить что он выехал из-за мюнхенской конференции по безопасности которая действительно открывается буквально сегодня в городе чье название она и носит эта конференция в мюнхене это мероприятие когда-то было я бы сказал решающим в процессе каких-то политических изменений в политическом процессе проходящим в европе сейчас это уже не так этой мюнхенской конференции по безопасности можно даже сказать никто фактически и не замечает ее значение резко упала ведь были времена они правда прошли когда там российский президент путина в 2007 там произносил знаменитые речи которые были восприняты как начало или объявления холодной войны но потом было пересмотрено такое мнение но было очень важно само событие мюнхенской конференции по безопасности в мире она кстати это не европейской может быть скала байден решила приехать туда и чего то такое как скала выдать на гора принципиальную позицию сомневаюсь в этом поскольку и путин не собирается туда хотя организаторы говорят что возможно он обратиться с какой-то видео речью с выступлением по видео пока и этого не намечается пример того насколько потеряно значение этого мероприятия если в предыдущем заседании этой мюнхенской конференция прошла на это совсем совсем недавно без года неделя может быть в прошлом может позапрошлом не раньше так вот если на прошлом заседании на мюнхенской конференции было 2000 участников а участники это не простые смертная это в основном главы государств в худшем случае министр иностранных дел так вот этих участников было 2000 человек то в этом году намечается участие 600 человек это решительное сокращение а следовательное сокращение и понижение значения самого формата мюнхенской конференции по безопасности решение и и я вам сегодня сказать не могу поскольку она только открывается сегодня и продлится три дня но мы услышим может быть в следующем даже моем выступлении в программе похищение европы мы услышим о результатах а может быть и не услышим что будет означать что результатов никаких особенно и нет вообще-то это поразительно потому что ведь все одним голосом говорят что еще никогда или во всяком случае очень давно в европе не было такой напряженной ситуации как сейчас ситуация просто на грани между миром и войной а может быть по многим сообщениям уже даже за этой гранью война началась так вот а при этом на конференцию по безопасности в этом году она посвящена украине кстати заметьте так вот на эту конференцию никто не едет почему видимо часть международной общественности особенно та ее часть который принимает судьбоносное решение главное решение просто разуверилась в том что подобного рода говорили не могут повлиять на что-либо на поле что называется на театре военных действий просто в реальном мире разочаровались в этом видимо иначе нельзя было бы объяснить самом разгаре вот это вот эта гибридная война а никто на конференцию не едет так вот войне мы разумеется еще вернемся поскольку она приобретает трагикомические черты я бы сказал трагедия это то что могло произойти пока не произошло но а комедии здесь просто пруд пруди почти все комично тот же самый журналист о котором я говорю не называю имени поскольку это неприлично а коллега к отзываться некрасиво так заявил что на самом-то деле вторжение давно идет вот она началась она просто как лавина которая сначала проявляет себя маленьким снежным комкомом во фактически мама маленьким камушком который скатывается с горы и не все понимают что это и есть начало лавины так вот у пивного ларька там в киеве подрались русскоязычные украиноязычная это уже есть начало вторжения я конечно сейчас сознательно преувеличиваю но именно так аргументирует мой коллега собрат по перу что называется но если не драку пивного ларька то в любом случае как киевский банк какой-то не один а два или три подвергся атаки хакеров в это распространенная забава распространенное времяпровождение многих в россии на украине но не только там заметь не только там так вот какие-то банки подверглись подверглись хакерской атаке и это есть начало гибридной войны а все остальное последует все остальное мы будем свидетелями всего остального ближайшие несколько дней а может быть и пару недель вокруг даты наверчина столько благоглупостей что уже не понимаешь всерьез смеяться над этим иронизировать когда глупость пожирает самое себя когда нас становится столь очевидным что уже и смеяться над ней не хочется разумеется это переводит все совершенно другую плоскость время такое как уильфа и петрова время на дворе такое как сказал меланхолический гражданин на в ответ на вопрос чему вы над чем вы смеетесь на чем вы смеетесь время ведь такое ужасное судьбоносное что не смеяться надо надо молиться вот весь пафос этих рассуждений над ними хочется смеяться они говорят нам это настолько серьезно что лучше все таки молиться лучше молиться над этим хорошо пусть кто хочет тот и молиться я любом случае пока еще позволю себе над этим смеяться в голос смеяться вслух ну как я могу воспринимать всерьез когда очередная дата пройдена ничего не произошло вторжение не случилось хотя повторяю есть есть такие умы серьезные которые считают что вторжение случилось просто моего не заметили мы просто не замечаем того что происходит трагедия уже разворачивается мы ее просто не замечаем другие как например эстонская разведка нам сообщает знаете как в песне но разведка доложила точно так вот эстонская разведка докладывает точно что в принципе все парам параметры верны все параметры верны вы представьте все верно только дата перепутана что я имею ввиду говоря что все верно но вы посмотрите откройте страничку вебовскую страничку британского министерства обороны там вы с удивлением для себя обнаружите полную карту боевых действий это серьезно российские войска начнут вторжение с юга из крыма потом перейдут потом отрежут часть украины и так далее все это подробно расписано если вы откроете страничку вы убедитесь в этом полно красных стрелок показывающие показывающих направление главного удара где какие засады будет где украинская самооборона национальная гвардия добровольческие батальоны перейдут в контрнаступление сколько примерно они пленных возьмут при этом сколько боевой техники положат но все расписано вот на этой карте все уже расписано количество павших известно по данным агентства рейтерс это будет 25 50 тысяч но но госгеб предложил считать лучше от верхней цифры исходить что нужно чтобы не меньше 50 тысяч будет все-таки поляжет в этих битвах ну скажите на этим смеяться наверное грешно но как же не смеяться как же не смеяться когда уже выделены территории под могилки этих павших это же нечто невиданное так вот эстонская разведка докладывает что все произойдет не 16 как неправильно вы считали астрологи а 28 февраля того же месяца февраля а а вот срок нападения просчитан точно это будет действительно в три часа утра и вот этим живет серьезный мир он живет обсуждением того что всегда сопровождалось верчением кручением пальцев виска вы понимаете и сопровождалась на каким-то набором неприличных слов или медицинских терминов но это на самом деле обсуждают серьезные люди полагая что перед ними лежат серьезные выкладки и что иначе и быть не может ну что ж посмотрим подозреваю что если это не опять не произойдет то будет принято решение что это и есть окончательное доказательство того что это вторжение неизбежно неизбежно причем в ближайшее время именно потому что она не произошло а путин коварен он знает секреты он понимает что он не может иначе отреагировали фильм я вас на секундочку перебью вот вы сейчас рассказали о том что американская разведка располагает неопровержимыми доказательствами и абсолютно точными данными что куда откуда движется куда какое будет нападение и в то же время после того как скажем россия показала кадры якобы я не уверен тоже вывода своих войск с этой территории ну там какие-то кадры идут движется колонна движется там поезд состав значит министр иностранных дел англии заявляет о том а мы вообще не знаем движется он туда или движется он сюда как же работает разведка тогда разведка точно знает что вот 16 числа ударит какое направление будет в то же время разведка не знает в каком направлении движутся составы с бронетехникой разумеется это очень трудно узнать это невозможно не сателлиты не спуга конечно это сверх техника знать этого совершенно не вообще какие-то какие-то последнее время я не знаю насколько они правдивы информация поступает различные с одной стороны происходит какой-то обстрел заявляют о том что украинские войска вот не сегодня завтра должны начать наступление на донецк об этом уже как бы точно известно в чем-то из разных источников с другой стороны последнее сообщение о том что в донецке прозвучал какой-то колоссальный взрыв вообще честно говоря если я не знаю может быть я ошибаюсь я сейчас не пытаюсь искать ничью сторону взять и пытаюсь смотреть как бы со стороны если украинские войска двинцы на донецк это наверное послужит сигналом для того чтобы русские начали какую-то какие-то контрдействия несомненно еще можно и вообще в принципе можно ли военным путем решить эту проблему вот если скажем зайти скажем украинские войска зайдут донецк там переколошмать от кого-то да в то же время руководителей днр сообщает о том что при не приказано предложено вернее русскоязычное население массово покидает донецк и там уже в россии выделили какое-то место для того чтобы их там поселить в общем а еще что меня у меня к этому мысль такая нехорошая что все что что происходит вот сейчас ту карту которую разыгрывает скажем россия на границе с украиной это такой отвлекающий маневр и я сейчас говорю о китае я имею ввиду китай но я не хотел бы все смешивать в одну кучу получше уже мало разумеется китай здесь все время в игре но он он закулисный закулисная тень закулисная фигура разумеется не принимать в расчет может только идиот но я хочу сказать что то что вы сейчас сказали а именно объявленная эвакуация русскоязычного населения из донбасса якобы в преддверии в канун полный канун решительного украинского наступления это из того же бреда понимаете это вырвана страничка из той же книги бреда безумия охватившего человечества безумие это с одной стороны и с другой надо ясно сказать что от россии особенно от путинской можно ожидать всего чего угодно но в принципе ведь из этого должна серьезная западная политика исходить она не обязана верить ничему но она обязана работать с фактическим материалом они с домыслами типа того что война начнется в три утра это же полное позорище это насмешка кстати говоря над интеллектом над традициями разведывательного сообщества не пристало серьезным разведкам выдавать такую чушь на горах и которая опровергается буквально в тот же день когда было заявлено начало войны естественно она не начинается по заявкам войны вообще путин сказал войны не начинаются в среду как которая назначена среда назначена была для начала войны и в общем то сказал метко но я повторяю от путинского режима можно ожидать чего угодно поэтому нелепо вот нелепо замечание что вот вы говорите о слабостях запада значит что значит путин прав да нет же правых здесь нет но это война идиотов это война дебильных разведок и дебильных интеллектуальных центров которые предлагают нам на веру взять нелепые построения абсолютно нелепые вот что честно говоря что мы нас должно было возмущать за кого в принципе нас принимают мы все таки привыкли в прошлом гораздо более серьезным игрокам которые нам не предлагают вот таких побасенок и не заставляют нас в это верить но сейчас понятно что поскольку вся все идейные конструкции сейчас основаны на извращении смысла на удаление я на удаление смысла из словарных значений слов да нам бы говорят война имеют ввиду что-то совсем другое нам говорят смерть а имеют ввиду совсем другое и так далее вот это то что нам пытаются от называется промывать мозги в общем-то нам пытаются вымывать мозги потому что обратите внимание нынешняя каково нынешняя как бы положение делу мы до все-таки открутили какую-то часть ленты мы видим где мы находимся где же мы Мы находимся в точке, когда нам говорят, вот такое состояние теперь будет постоянным. Мы не отменяли предсказания о войне. Она непременно случится. Но не сегодня. Завтра, может быть, послезавтра мы будем менять сроки начала войны. И это нормально, поскольку война будет висеть в воздухе. Кстати, не случайно было сказано, что наконец-то НАТО, блок НАТО, нашел решение своей проблемы. Он было потерял свое целеполагание. Он не знал, для чего он существует. Но вот познал. Вот ему судьба подкинула вот такой шанс. Значит, что же, как понимать это? Это значит, что всегда и постоянно нужно будет иметь коварного врага, который готов напасть на Европу в любой момент. А мы в любой момент должны быть готовы дать ему отпор. Появляется новый смысл существования НАТО. Так действительно, ведь можно просуществовать еще пару десятков лет, если постоянно подменять даты вторжения. Но при том, что сохраняется сам смысл и, я бы сказал, характер, судьбоносный характер этого вторжения. Он сохраняется. Просто он откладывается до лучших времен, что называется. Причем эти времена могут наступить в любой день и в любой момент. Вот такую схему жизни нам предлагают. Это жизнь в постоянной тревоге, а не начнется ли ночью в три утра третья мировая война. Ну, вот такая абсурдная ситуация складывается в Европе сейчас. Я понимаю, что она складывается не только в Европе. Параллельно проходят весьма любопытные события, о которых нельзя не упомянуть. Что я имею в виду? Коронавирусная инфекция пошла на спад. Эпидемия пошла на спад, очевидно. То есть цифры заболеваемости растут. Буквально сегодня в Германии 235 тысяч новых инфекций. Понимаете, числа, цифры умерших не растут. В основном падают по Европе. Зато, и вот о чем я хочу, к чему я веду, противоречие. По мере того, как ослабевает инфекция, ужесточается некое законотворчество, направленное на подавление личных и коллективных свобод и прав населения. То тут, то там, то во Франции принимаются меры против выражения недовольства. Это важно понять. В Австрии сейчас отменяют, скажем, ковидные паспорта при посещении каких-то заведений, но отрицают право населения, скажем, проводить демонстрации. В каких-то местах, в каком-то количестве, там, где они могут коснуться прав других законопослушных людей. Им говорят, австрийцам, французам говорят, вы имеете право проводить демонстрацию, но там, где это никому не мешает, в поле, может быть, на опушке где-нибудь, собирайтесь и кричите. Но в центре города делать этого нельзя. Как известно, свобода кончается у носа вашего соседа. Вам нельзя размахивать руками там, где начинается нос вашего соседа. А ведь найдутся всегда, и мы видим это, скажем, по Канаде, найдутся всегда старушки, которые говорят, а мне я не могу жить, когда гудят автомобили эти грузовые. Не могу жить. Моя свобода играет роль или нет. И власти отвечают, ваше-то и играет главную роль. Не знаю, заметили ли наши слушатели то, что премьер-министр Канады сделал... Я думаю, что мы об этом поговорим отдельно. Очень большая тема, очень много информации на этот счет. И тогда напомните мне, Сергей, о колоссальном открытии в области обществоведения, скажем так, которое сделал премьер-министр Канады Трудер. Об этом мы сразу после небольшой рекламной паузы поговорим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии 847-400-5200. Ефим, давайте примем звонок, а потом вернемся к Канады, к премьер-министру, к этому неофашисту. Добрый день, пожалуйста, в Ефим. Алло, здравствуйте, Сергей. Я хочу обратиться к вашим гостям. Когда я жил в Узбекистане, в Узбекистане, в Узбекистане, в городе, в первый секретарь ЦК Узбекистана Рашидов, ее у нас с полкома созвали на его митинг, скажем так, он выступил в встречу и потом задал вопрос, какие будут пожелания и какие будут пожелания. И выступил один старик, и он сказал, что вот в городе, в магазинах пусто, ничего нет, на что Рашидов сказал, как вы можете думать о еде, когда наша страна кужина врагами, и американские ядерные ракеты направлены на нашу страну. Вот не кажется ли вам, что наш Байден ведет экономику страны тоже у нас не очень-то ахки, и все уже гнет у нас тоже, как в Советском Союзе. И он тоже как бы по-советски ведет нашу страну к тому, что я якобы на нас нападут, и вот ведет, ну, как так же продолжает, как и когда-то в Советском Союзе, в нашей вилле. Спасибо. Ну, разумеется, согласен. Отвечаю сразу на вопрос поставленный, согласен ли я с этим, или не кажется ли мне. Кажется, очень даже кажется. Ситуация похожа. И здесь надо понимать, что есть метафизические ситуации, которые повторяются из раза в раз в аналогичных обстоятельствах. И эта ситуация, разумеется, аналогична. Логика проста. Понимаете, если есть смертельная угроза миру, демократии, человеческой жизни, то приходится и даже является честью для гражданина терпеть какие-то, может быть, личные ограничения, терпеть какие-то урезания в правах. Это же часть этого. Но, естественно, было бы спросить, так как, наверное, спросили у вашего генсека или первого секретаря, наверное, кто-то спросил, простите, вы в еде ограничиваетесь? У вас на столе черный хлеб или, может быть, все те же перепелки? То есть, эта опасность для нас придумана? Или вы сами руководствуетесь? Я уверен, что честный человек на месте американского президента бы сказал, да, конечно, для вас. Это опасность для вас. Как в анекдоте сказано было, что законы не для афроамериканцев пишутся, а для белых. Так вот, естественно, основная идеология сейчас такова, и поэтому, кстати, начинается вся эта странная возня вокруг войны на Украине, которой нет и, дай бог, не будет, кстати, потому что для этого нет ровным счетом никаких оснований. Так вот, весь смысл этой идейной возни в том, чтобы создать атмосферу постоянно нависающей угрозы, в которой возможны различные ограничения свобод и прав человека. Для того это и создано, для того эта истерия и углубляется изо дня в день, нагнетается изо дня в день. Она двусторонняя. Когда мы до перерыва чуть расстались с Сергеем, он заговорил о том, что эвакуируются русскоязычные граждане из территории Донецкой и Луганской народных республик, так называемых. Потому что каждый день может случиться какая-то наступательная операция украинцев, и все будут подвержены геноциду, о которой распространяют местные власти слухи, что уже на территории Украины подготовлены концлагеря, кстати, оснащенные печами для кремации тел русских. Так вот, этот бред собачий, эта бессмыслица, она распространяется, и цель ее проста. Везде начать процесс урезания гражданских прав граждан. Этот процесс происходит сейчас в Европе. Он происходит и в Соединенных Штатах. Давайте попробуем принять еще звонок. Ефим, добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, Ефим, мне кажется, что напряжение создается с обоих сторон. Мне кажется, что они подписали, там же было подписано, так сказать, соглашение, которое неразглашаемо. Секретное соглашение типа того, как подписали перед Второй мировой войной с Риббентропом. Вот. И Путин специально нагнетает вот это вот напряжение. Никаких войск он не выводил. Вы помните, сколько раз он из Сирии выводил войска? Но они там до сих пор находятся. Вот точно так же он выводит войска и оттуда. Для видимости, для нас с вами. Вот. И не знаю, когда-нибудь это сойдет на нет или нет, или так они эти войска останутся стоять на границе навечно. Но у меня очень плохие предчувствия, потому что никогда Путин от Украины не отстанет. И его цель захватить Украину, ну не всю, ему западная не нужна абсолютно, а вот восточную, это его цель жизни. И когда это он начнет воплощать, я не представляю. Потому что ему казалось, что вот он уже достиг своей цели, когда был там Янукович. И вдруг это все разрушилось при помощи Майдана. Поэтому он спит и видит только, чтобы завладеть Украиной. Вот как вы считаете, я не знаю. Спасибо большое. Я ведь начал свою тираду с утверждения, что обе стороны нас, как говорят в Одессе, держат за идиотов. Обе стороны нам лапшу вешают на уши. Полагая, что мы все сожрем и все и всему поверим. Разумеется, Путин не отступится от Украины. Но что это значит? Знаете, я могу насчитать с десяток таких целей, которые никогда не были реализованы. Да их не удалось добиться, потому что соотношение сил не позволяло. Мало ли цели есть. Мало ли какой бред придет, сбредет в голову каким-то диктаторам или просто вождям своих стран. Но эти цели они не могут реализовать. Они не могут, они натыкаются на какое-то сопротивление. Могу вас уверить, что сейчас Украина прекрасно вооружена. На границе с Россией стоит вполне сравнимая армия. Даже если говорят, что там с российской стороны 115, 120, 150. Да черт с ним, ради вас дам вам и 200. Стоят 200 тысяч россиян. Так с другой же стороны стоит примерно то же число. У Украины 250 мужиков под ружьем и 750 резервистов. Ну можно их, ну как можно вообще говорить о какой-то стремительной победе в такой войне. И они уже вооружены. Это же не тот случай, который был в Крыму. Когда было всего вооруженных людей со стороны Украины. 6 тысяч человек вооруженных. И все вот эти доброжелатели говорили, ну видите, они же не сопротивлялись. А не было такой возможности. Сейчас будет по-другому. У украинцева отличная мотивация. Они не Россию собираются купировать, они свою страну собираются защищать. Это совсем другой вопрос, другое дело, понимаете. Вдумайтесь в роль солдат. Давайте, прежде чем мы примем звонок, сейчас мы, подождите секундочку. А короткая реплика. Я сочувствую Украине, потому что пациент Белого дома отправил укреплять украинскую границу своего заместителя Камалу Хэррис. Отправил решать вопрос безопасности украинской границы. Она никогда ничего не добилась, и это залог того, что она не добьется и сейчас. Хорошо. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Я хочу сказать, что Путин, он просто опосредственно его вина. Был бы не Путин, был бы другой. Россия бы все равно напала. Потому что Россия привыкла нападать на соседние страны, захватывать территории. С 1700 года по 1900 год за 200 лет Россия вела войны 128 лет. Пять лет она вела войны на свои территории со шведами, французами и в Турции. А остальные 123 года она была в захватнические войны на других территориях. И с другой стороны, Путин прекрасно понимает, без Украины ему не обойтись. Потому что от Урала все это рано или поздно будет китайским. Да, Юго-Восток, Примуре, это будет китайским. Ни сегодня, ни завтра, но они ничего не сделают. Я снова спасибо большое за мнение. Разумеется, я знаю историю России. Разумеется, я знаю историю несправедливых войн, которые Россия вела. Но это же ничего не говорит. Ну что это говорит о сегодняшнем дне? Вдумайтесь, вот при всей этой истории Советский Союз спокойненько развалился. Так что кусочки надо было собирать. Развалился, он ничто не удержало. И тысячу случаев я вам приведу, когда российские завоевания не кончались в результате успехов. Кончались миллионами смертей, но не кончались успехов. Россия ушла, вынуждена была уйти после наполеоновских войн из Франции. После Второй мировой войны она вынуждена была уйти даже из Австрии, хотя могла, в принципе, там задержаться. Она в результате событий вынуждена была уйти из Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии и других стран. Она скукожилась. Но ведь это же тоже был результат исторического процесса. И думаете, так легко повернуть исторический процесс в пять? Вот придет Путин, и он вам покажет, и он все вернет. Да фигушки, как он вернет? Все эти страны мечтают о своей независимости и будут ее защищать. Для того, чтобы ее вернуть, нужна непреодолимая сила. Я напомню вам знаменитое изречение философа Ильина, которым, кстати, Путин руководствуется. Он обожает Ильина за его великодержавность и так далее. Ильин сказал, что российская мощь простирается до той черты, за которой наступает непреодолимое сопротивление народов. Вот пока можно было преодолевать, она расширялась. А вот преодолеет ли она сейчас и в любом случае? Я думаю, что нет. Она натыкается на непреодолимое сопротивление. А оно и потому и непреодолимое, что его невозможно преодолеть. Так что я остаюсь в этом смысле оптимистом. Но я повторяю. Это игра, это поджигается, это дымовая шашка, это Бигфордов, шнур поджигается с двух сторон. И это надо ясно осознать. Разумеется, Россия не потеряла своих империалистических, я бы сказал, инстинктов. И разумеется, Запад, и в этом-то трагедия, он переживает апогей своей слабости. Он же не переживает момент силы. Момент силы, как, скажем, после войны при создании НАТО. Он переживает момент слабости. Подумайте о том, как ведут себя, скажем, европейские союзники Соединенных Штатов. Я уже сейчас не буду давать аппетиты прилагательные к политике Байдена. В Афганистане это проявилось замечательно. Сейчас, между прочим, войска ООН, то есть фактически иностранные легионы Франции и других стран сбежали из Малии тоже. Но, бог с ним, я не стану давать характеристику. Давайте попробуем принять еще звонок. Игруппы поражает своей непоследовательностью. Просто закончим предложение. Франция тянет в одну сторону, а Германия тянет в другую. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать спасибо Ефиму за его позицию. Молодец. Потому что я с ним солидарна на 100%. Нас хотят сделать безмозглыми дураками в Америку. Америка уже вроде бы подчиняется, но я надеюсь, что она еще поднимется против кукловодов, как их называют. Против того, что делается через Белый дом. А Украину мне очень жалко. Я родилась на Украине, но вырасти пришлось из-за войны в Казахстане. Очень хорошо там было во время войны нам. Но Украина стала камнем преткновения не случайно. Потому что Путин никак этим кукловодам не поддается. Америку они уже старались и делают дурной, никчемной. А вот Россия противостоит. Это единственное, за что я говорю Путину молодец. Дай Бог, чтобы выстояли, чтобы Америка поднялась. И этих кукловодов отправила подальше, даже в тюрьму. Спасибо за вашу передачу. Спасибо. Сейчас мы как раз перейдем на наш континент. Я разделяю ваши чувства. Я и сам родился на территории Украины, я киевлянин. Так что мне понятна и сложная судьба этой территории. Я испытываю некоторое воодушевление и любовь к этому народу, который не является народом-государственником. Он никогда не попал вот в эту западню, когда свое собственное величие каждый человек измерял величием страны, величием государства. Украинцы всегда были себе на уме, у них не было царей и не было царепоклонения. Так что царепоклонство. Так что это очень интересная штука. Я тоже надеюсь, что американцы со временем поймут. Но хотелось бы, чтобы они поняли это раньше, чем тогда, когда будет уже поздно. И когда, несомненно, новые, как вы говорите, кукловоды попытаются столкнуть по-настоящему, и это будет не нынешний подсчет часов, которые остались до войны, а это будет реальное и очень длительное противостояние тоталитарных режимов. Потому что они уже, по меткому слову, по ясновидящему представлению Орвела, эти режимы находятся в стадии формирования. Китайские и российские сформированы практически, а американские как раз сформируются. Ну и теперь к тому, что происходит в Европе, ой, в Европе, в Канаде под руководством тех самых кукловодов, тех самых глобалистов. Потому что я все-таки сомневаюсь, что у этого танцора достаточно гад, чтобы он сам, так сказать, по собственной инициативе принимал подобные решения. Я думаю, что здесь, и даже какие-то меркантильные интересы, есть информация, что он закупил там 400 миллионов доз вакцин на 40-миллионное население. Это явно афера, это явно коррупция. Я не думаю, что даже это может быть мотивом для того, чтобы поступать подобным образом, принимать подобные решения. Да, вы знаете, Сергей, разумеется, я понимаю, что вот это фактическое дребедение вам прекрасно известно, все его шаги известны. Я хотел поговорить коротко о его необыкновенном вкладе в естество, в обществоведение, в науку об обществе, в социальной науке. Он, выступая буквально на днях, вчера или позавчера, в парламенте Канады, так высказался о правах отдельных групп населения. Он сказал, и в данном случае я цитирую точно, хотя я перевожу по памяти на русский. Он сказал, разумеется, мы признаем права меньшинств. Меньшинства имеются в виду не этнические, не национальные меньшинства, он имеет в виду мировоззренческие. Группы населения, которые не разделяют его представления, скажем, о вакцинации и прочее. Он сказал, мы, разумеется, уважаем права меньшинств, но пора понять, сказал он, что есть свои права и у большинства. И права большинства всегда превзойдут и как катком прокатятся по этим правам меньшинств. Это большой вклад в обществоведение. Вы знаете, ведь до сих пор во всех учебниках вы можете прочитать, что демократия – это не власть большинства, это соблюдение прав меньшинства. Только тогда возникает демократия, когда свои права имеют, и они обществом уважаются, права меньшинства. И вот он пришел в результате своих исканий к классическому марксистскому тоталитарному тезису о том, что права большинства значат больше. И большинство может позволить себе катком прокатиться по правам меньшинства, затоптать их в асфальт. Вы понимаете, это же колоссальное нововведение, которое нас возвращает к истокам различных тоталитарных учений. Марксизма, ленинизма, марксизма, энгельсизма и прочих, байдонизма. И, разумеется, и относится это к фашизму, поскольку и там права большинства считались определяющими, а не права меньшинства. То есть сейчас выворачивается наизнанку понятие демократии. Оно приобретает совсем другое значение. Не как права и соблюдение прав меньшинств, а как доминирование, господство прав и представлений большинства. Я оставляю в стороне вопрос, с чего это он решил, Трюдо, что на его стороне большинство. Он что, подсчитывал? Нет, он прямо сказал, таков был итог последних выборов, значит, на моей стороне большинство. Вот здесь мы сталкиваемся с принципиально новым явлением, новым феноменом, который подкреплен такими его действиями, как аресты, конфискация имущества, закрытие банковских счетов. Это ведь небывалое в истории демократии явление, когда у людей, провинившихся по идейным соображениям, ведь вся их вина в том, что они принесли буханку хлеба этим дальнобойщикам. Это не авторы памфлетов, листовок и каких-то теоретических трудов. Нет. Это люди, которые приносили хлеб, еду, кто бензин дальнобойщикам. И вот эти люди поражены в правах, потому что у них заморожены их счета в банке. Заморожены. Вы понимаете, их могут, если они покаятся, разморозить, а могут и нет. А это значит, что ваши сбережения или, может быть, даже зарплата просто к вам в руки не попадают, и вам не с чего жить. Вот так наказывается, вот так наступает тоталитарный режим, так незаметно вроде бы, так он подкрадывается незаметно, но он именно такой. И здесь у меня в завершение почти передач есть одно серьезнейшее опасение, что именно этим путем, пойдем другим путем, как говорил товарищ Ленин, и что именно этим трудовским путем пойдут и американские власти, которые постепенно подготовят почву для того, чтобы следующие выборы, даже промежуточные, представить как недействительные. Поскольку были нарушены права большинства, которые почему-то представляют именно они. Вот что меня гложет, можно сказать, в данный момент. Потому что я вижу все приготовления, я вижу и то, как пытаются Трампу насадить, ослиные уши каким-то макаром, как пытаются убить его организацию, придумав. И это в стране, где, между прочим, сын президента пользуется иммунитетом фактически. Он защищен от любых преследований. Он где, ну, негде ставить печати уже, воришка. Так вот, в этой же Америке они пытаются сейчас разрушить организацию. А организация – это значит фактически предприятие бывшего президента, подвергаются допросам его сыновья, дети, родственники. Ну, типичная система будущего тоталитаризма, она уже выстраивается, она уже приобретает черты свои, главное. Понимаете, потому что преследование марсизма ведь считалось, что дети не отвечают за родителей, наоборот. Но сейчас, оказывается, будут, будут отвечать, будут гарантировать своим имуществом, свое мировоззрение и прочее, и прочее. Вот так быстро и как бы, хотя и кражучись, вступают в свои права тоталитаризма. Абсолютно, абсолютно, к сожалению, сидящий президент в книге Питера Швейзера описаны все делишки, там, семейка Байдена получила от китайцев 31 миллион долларов. 31 миллион долларов от страны, которая является, ну, по меньшей мере, нашим соперником, ну, уж никак не союзником. И это не вызывает вопросов. Этот, получался, делал в Украине деньги. И это не вызывает вопросов ни у Министерства юстиции, ни у этих продажных, называющих себя журналистами. А Трампа, они, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, который, собственно, свою предвыборную кампанию построил на том, что она всю себя посвятит тому, чтобы уничтожить Трампа. И это она, чем, собственно, она и занимается. Сейчас они вызывают его и его старших детей, Иванку и Дональда, значит, в это, Эрика, нет, Дональда, в суд, чтобы они отчитались, дали показания под присягой. То есть, любыми средствами демократы, они его по-прежнему боятся. Два импичмента, совершенно безосновательных, провалились. Они сейчас пытаются таким образом его каким-то, так сказать, не допустить. Зато никакой реакции не было после отчета Даргэма, никакой реакции. Медиа просто... Наоборот, реакция была, и они обвинили в том, что это все нелегитимно, что это ложь, что это ничего подобного нет. Вся медиа об этом толдал дычет, к сожалению. Ефим, огромное спасибо, и до встречи в следующей... Будем надеяться, что мы переживем. Переживем. До встречи в следующий раз.